Всем привет, с вами Денис Кожер. В этом видео рассмотрим, как смешать два простых материала в один составной. Если вы хотите больше интересных видео, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. В прошлых видео мы подготовили вот таких два материала, ржавчины и металлического пола. И сейчас создадим новый график. Шаблон выберем Physically Based Metallic Roughness. Название графика сделаю Metal Floor Rusty. Все остальное оставляю по умолчанию. Окей, и здесь у нас отсутствует карта Output для Ambient Occlusion, поэтому я скопирую слот High, переименую его в Ambient Occlusion и Usage поменяем на Ambient Occlusion. Теперь мы можем перетащить сюда график Metal Floor, Metal Rust. Они оба перетаскиваются как материалы. Можем вот так, зажав правую клавишу мыши, перетащить на 3D модель и просмотреть один и второй материал. Слева в библиотеке на вкладке Material Filters находим Material Blend и перетаскиваем его сюда, чтобы было проще осуществлять навигацию. Можем переключить график из стандартного в компактный материал, и тогда все выглядит попроще. Здесь важный момент включить те каналы, которые у нас присутствуют в самом материале. На вкладке Channels у нас отсутствует Diffuse, у нас есть только Base Color, есть Normally, отсутствует Specular, Emissive отсутствует, Glossiness отсутствует, есть Roughness, Metallic и есть Ambient Occlusion, его мы включим. Height также присутствует. Все, теперь когда нужные параметры включены, мы можем смешать эти два материала, один и второй. И теперь его, если применим на 3D объект, нам осталось добавить только маску. Маску мы можем использовать Black and White Spots, давайте возьмем три и подключим его сюда. Здесь вкладку с каналами можно закрыть. У нас также присутствует смешивание для каждого из этих каналов. Мы можем изменить режим смешивания и значение Opacity. Чтобы сделать данную карту более контрастной, давайте используем Histogram Scan. И я предлагаю поменять сейчас позицию для каждого из материалов. SkyPol будет в первом слоте, а ржавчина во втором. Так, чтобы при черном цвете у нас был металл, когда мы будем изменять позицию и добавлять белые цвета, чтобы появлялась ржавчина. Мы также можем изменить контраст, чтобы сделать границы более четкими, переключиться из отображения графика в материал. И здесь, если нажимать два раза на каждый из слотов, можно посмотреть, как выглядит та информация, которая находится в данном слоте. И здесь мы можем наблюдать на слоте High, который отвечает за высоты. Не совсем корректное смешивание. Ржавчина заменяет металл. Поменяем здесь Opacity до нуля. Так уже лучше. Теперь давайте добавим эффект грязи. Для этого будем использовать Material Color Blend. Здесь слот для материала. Подключаем его. И для маски. В качестве маски буду использовать карту Dirt 1. И перетащим правым кликом данную ноду сюда, чтобы посмотреть, как это выглядит. Для начала проверим каналы, стоят ли нужные, которые у нас имеются в материалах. Diffuse отсутствует. Base Color Normal. Specular отсутствует. Glossiness отсутствует. Roughness Metallic. Ambient Occlusion надо включить. И все остальное в норме. Теперь переходим к режимам смешивания. Сейчас не похоже, чтобы грязь была вот такого белого цвета. Я ее хотел бы сделать потемнее. Поэтому включаем HSV. И значение опускаем. Так, чтобы это стало более темного оттенка. Например, вот так. Дальше Blending Mode. Режим смешивания я поставлю на минимум. И можно изменить параметр Opacity. Например, вот так. Normal оставляем как есть. Можно сейчас включить режим графика Material. И посмотреть, как выглядит каждая из текстур. Base Color. Вот так. Normal. Меня все устраивает. Страивает. Roughness можно оставить таким, как есть. Но может чуть-чуть убавить. У карты нормалей, если бы изменили значение High на Mask, он начал брать по карту нормалей прямо из маски создавать. Выглядело бы это вот так. Я сейчас такого результата не хочу. Дальше Metallic. Здесь все стоит правильно. Черный цвет. Тут ничего менять не буду. Ambient Occlusion. Значение по умолчанию также меня удовлетворяет. И параметр High оставляем как есть. Теперь рассмотрим, как задействовать маску, которую мы делали в предыдущих видео. Перейду в компактное отображение материалов. Вот эта маска. Выглядит она вот так. И мы ее использовали для того, чтобы ржавчина и грязь взаимодействовали непосредственно с металлическими выдавливаниями. Для этого я буду использовать ноду Blend. В Foreground у нас стоит маска, в Background Black and White Spots. Здесь поменяем режим смешивания на Add Sub и изменим значение Opacity. И теперь подключим Blend в Histogram Scan, чтобы увидеть изменения на модели. Теперь, изменяя значение Position, видим, как ржавчина более интересно начинает взаимодействовать с выдавливаниями на металлической поверхности. Я здесь немного убавлю значение контраста. Вот так. И то же самое мы можем сделать для карты, которая взаимодействует с грязью. Создаем ноду Blend. Подключаем маску. И здесь давайте попробуем еще какую-нибудь гранж-карту. Например, вот эту. Включаем ее сюда. Blending Mode поменяем на Add Sub и изменим значение Opacity. Подключим его как маску. И мы можем заметить изменения на 3D модели. Также добавим Histogram Scan, чтобы контролировать количество и контрастность. Для этого я выделяю вот эту связь. И здесь набираю Histogram Scan. Изменим значение Position. И также можно изменять значение контрастности. Вот такие отметины грязи и ржавчины. Теперь мы можем вынести эти параметры, чтобы их было более удобно использовать. В Histogram Scan значение Position выносим как Rust Amount. А Histogram Scan, который отвечает за грязь, значение Position вынесем как Dirt Amount. Окей. Теперь мы можем подключить все эти ноды в соответствующие слоты. Можно нажать View Outputs Intrude View. И здесь у нас произошла ошибка. По какой-то причине, когда мы смешивали материалы, слот Ambient Occlusion не подключился в следующий слот Material Color Blend. Когда мы его подключаем, то все сразу становится на свои места и выглядит адекватно. Теперь перейдем на график. Здесь у нас есть Rust Amount. Его также можно сделать как Label. Rust Amount. И Dirt Amount. Тоже поставим в Label. Dirt Amount. Можем включить с отображением. Так мы сделали из одного сложного графика, два простых. Металлический пол и ржавчина, которые впоследствии превратили вот в такой простой график, в котором у нас есть два материала и несколько карт, отвечающих за смешивание. У нас вынесены параметры, которые отвечают за ржавчину. Мы можем ее добавить, либо убрать. И такой же параметр за грязь. Надеюсь, данное видео вам было полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их. Пишите комментарии, ставьте лайки, а также подписывайтесь на канал и не забывайте жать колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео.